Продолжение следует... ...всегда совершали одинаковые действия. Этот вывод был бы тогда благоприятен материалистам, отрицающим свободу воли в человеке. Но опыт этого вовсе, как известно, и не представляется. Статистические данные говорят, что одинаковое число преступлений, ошибочных действий или заключения браков совершается в данное время, в данном обществе за известный период времени, и при том в известном сословии, поле и возрасте. Ясно, что здесь предполагают не одинаковые обстоятельства, безразличные для всех, а разные, особенные для известной группы людей. Если бы, повторяем, люди совершали одинаковые действия при разных обстоятельствах, тогда бы можно прийти к мысли о том, что действиями человеческими заправляет закон естественной необходимости, а не свобода воли. Но эта статистика, как мы сказали, и как мы еще повторяем, не доказывает и не может доказывать. Но чтобы еще больше уяснить весьма важную истину о том, что свобода воли существует и в мире нравственном, которая ввиду злоупотреблений своей свободы, крайне нуждается в промыслительных, божественных действиях. Мы укажем на следующие факты, отрицать которые, по их очевидности, так же нельзя, как нельзя противоречить математическим максимумам. Мы разумеем следующие факты, ставящие существование человеческой свободы выше всякого сомнения. Голос совести, свидетельствующий о существовании в человеке свободы. Сознание каждым человеком своей свободы. Учение Божественного Откровения о бытии свободы в человеческом мире. Учение о свободе отцов и учителей церкви. Статистические факты. Наконец, наблюдение над нравственной жизнью людей. Остановимся кратко на каждом пункте. Каждый человек имеет совесть, которая, будучи вдохнута в него Богом, всегда обращена к Нему и есть как бы наместник Божий, пребывающий в сокровеннейшем существе нашего духа. Совесть всегда возвещает нам, что должны делать и чего избегать. Возбуждает к добру, отвращает от зла, награждает нас душевным миром и внутренним счастьем в случае нашей добродетельной жизни. И наказывает нас мучительным сознанием нашей виновности в случае нарушения нами нравственного закона и жизни безнравственной. Сами язычники потому и безответны перед Богом, что имеют совесть, которая является для них как судья и законодатель, то оправдывающий, то обвиняющий. Спрашивается, как же объяснить одобрение и обвинение, живущее в нас в совесть, если у нас нет свободы воли? Ведь обвинять или награждать только можно за такое деяние, которое совершено нами свободно, без принуждения. Неужели голос совести, говорящий в каждом человеке, как бы он низко не упал в нравственном отношении, дает ложные показания и есть мечта, обман, несомненно, живущий в нас, но на который не должно обращать внимания? В таком случае, для чего же он нам и дан? Думали ли об этом когда-либо отрицатели человеческой свободы? Если мы что-либо совершаем по физической, физиологической или какой-либо иной необходимости, наша совесть молчит, она не обвиняет нас, не награждает, ибо мы в таком случае не свободны, например, если мы в силу физиологических законов нашего организма испытываем голод или жажду и удовлетворяем эти ощущения соответственным образом, совесть наша остается при этом в нейтральном положении, если мы вследствие неожиданного толчка от какой-либо посторонней силы упали и своим падением причинили беспокойство другим, совесть наша также не укоряет нас за это последнее, ибо опять мы были несвободны и против своей воли доброй причинили беспокойство другим. Напротив, она возмущается, если не понимая несвободы нашего поступка, нас обвиняют, привлекают к ответственности и не хотят удовлетвориться извинениям с нашей стороны. Вторым фактом, свидетельствующим о присущей нашему духу свободе, служит непосредственное свидетельство нашего сознания, которое ясным для каждого человека образом свидетельствует, что мы свободны во всяком действии, что если мы совершаем какое-либо действие, то никто нас к этому не принуждает, что мы можем, как решиться на известный поступок, начать его совершать, так и вовремя одуматься, остановиться и загладить свою невольную ошибку, свое необдуманное увлечение каким-либо добрым делом. Бог или другие отрицатели свободы человеческой воли хорошо осознают силу показаний нашего сознания о свободе воли, и потому ложным, может быть и совершенно непреднамеренным толкованием факта сознания стараются устранить показания этого фактора нашей духовной жизни. Бог или даже в одном месте своей истории прямо отрицают самосознание как особую способность духа и соглашаются назвать его только состоянием или положением духа. Если даже и считать самосознание особой способностью, то и тогда, по боклю, показания его не заслуживают внимания, ибо показания его не есть, не суть, безусловно, истины. Что в одном веке сознавалось как истинное, в другом отрицалось как ложное, иным людям представляются призраки и привидения, которых в самом деле не существует. Отсюда делается тот вывод, что и показания сознания о свободе воли не заслуживают внимания. Такова полемика Бокля против сознания. Кто знаком с основным вопросом психологии и сознанием, тот поймет, что здесь Бокль смешивает совершенно различные вещи. Он сознание считает за познание, и то, что несомненно относится к познавательной способности, приписывается им, сознанию. Отсюда и получают такой странный вывод о сознании, показания которого будто бы не имеют научного характера. Правда, некоторыми психологами, как-то с Саром Вильямом Гамильтоном и большинством немецких психологов, сознание на известной степени приближается к знанию. Сознание, по мнению этих психологов, покоится на познавающей или интеллектуальной сознательности. Или, что тоже оно возможно единственно благодаря знанию. Но большинство психологов признают сознание совершенно самостоятельной и центральной способностью нашего духа. В сознании есть духовная жизнь, противополагаемая бесчувственному или бессознательному состоянию. В сознании есть отчетливое разграничение того, что происходит вне и внутри нас, и как бы отделение и противопоставление всего силы и представления нашему сознающему началу, то есть душе. Оно подобно свету, открывающему, озаряющему и себя, и вещи. Его можно сравнить, как нам кажется, с зеркалом души, через которое она замечает и все свои состояния, и состояние тесно связанного с нею тела, и все духовные приобретения, совершенные силой представления, памяти, воображения, рассудка и других способностей. Нельзя не признать истинности такого воззрения на сознание. Им вполне объясняется то, что сознание служит центральным отражением духовной жизни, и притом отражая ее в себе, как в зеркале, передает нашей душе то и так, что и как отражается в ней. Если в сознании отпечатлеваются те или другие познания внешнего мира, то оно и передает их душе в том виде, как они отражаются в нем, без всякого их изменения. Если мы, следуя ложному методу, пришли к ложным заключениям в той или другой области познания, то сознание и передает нам, то есть нашей душе, эти заключения. С течением времени мы, обогащенные опытом, открываем свою ошибку, изменяем свои прежние воззрения и приходим к другим заключениям. Сознание опять точно отражает то, что совершается в познавательной деятельности. Ясно, что сознание и познание – две различные и несоизмеримые величины. Кроме того, нельзя из сказанного не убедиться в том, что познания нашего ума, постепенно развивающегося, могут быть ложны, а показания нашего сознания об этих ложных познаниях могут быть и бывают истины. Но от ложных знаний, о которых свидетельствует нам наше сознание, нельзя заключать к ложности показаний нашего сознания. Подобно тому, как нельзя заключать о несовершенстве показаний зеркали, на основании того, что предмет, который отражается в нем, несовершен. Но Бог, как мы видели, упускает из виду это различие сознания от познания, и от ложности показаний ума заключает к ложности показаний сознания. Он довольствуется всякой гипотезой о силах нашей души, которая благоприятствует его воззрением. Если же сознание есть верный показатель нашей духовной жизни, и если оно свидетельствует нам, что мы, решаясь на тот или другой поступок, остаемся совершенно свободными, то, значит, это показания и нужно принять к решению вопроса о свободе человеческой воли. Эти показания нашего сознания о свободе нашей воли тем более отличаются характером истины, что сознание о нашей свободе совершается в нашей душе непосредственно, где допустить ошибку немыслимо. Здесь наша душа путем сознания непосредственно получает знания о том, что совершается в нашем существе. Здесь объект сознания, сама душа, которая точно и полна, со всеми своими состояниями и с чувством своей свободы, отражается в нем, как в своем зеркале. Затем Слово Божие ясно учит о существовании в нас свободы воли. Так Премудрый пишет, «Сам изначало сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Если хочет, соблюдешь заповеди и веру сотворишь благоволение. Предложу я тебе огонь и воду, и на что хочешь, прострешь руку твою перед человеком. Жизнь и смерть, и что изволит, то дастся ему». Ферах в 15-14. Бытие 2-16. Сюда же относятся все те места священного писания, где говорится о том, что человек может как повиноваться, так и противиться воле Божией. Бытие 3-2. Матфея 19-17. 23-30. Может избирать себе награды или наказание. Второзаконие 30-19. Новин 24-15. Исайя 1-19. Наконец, вся проповедь Иисуса Христа и апостолов о покаянии и исправлении жизни была бы бесполезной, если бы покаяние и исправление не зависело от нашей свободы. А учение Христа, Спасителя и апостолов, о будущем воздаянии каждому по делам его, было бы прямо несправедливо, если бы в своей жизни мы зависели от законов естественной необходимости. Согласно со священным писанием, учиты отцы церкви, Бог почтил человека свободою, говорит святой Григорий Богослов, чтобы добро принадлежало не меньше избирающему, как и вложившему семена онова. Бог изначально создал человека самовластным, учит Иоанн Златоуст, иначе его не следовало бы и наказывать за преступление заповедей, награждать за соблюдение оной. Далее, о существовании свободы в человеческом мире свидетельствует та нравственная статистика, из которой почерпают сведения и для отрицания этой свободы. Так она свидетельствует, что строгой математической правильности в человеческих действиях нет, что сообщаемые статистикой проценты в действительности никогда не бывают постоянными. Весьма поучительны в этом отношении слова Эбрарда, которые мы позволяем привести здесь дословно. Сказав, что нравственная статистика представляет данные, которые объясняются только свободным самоположением, проопределением человека, он продолжает. Прежде всего, представляемые статистикой проценты в действительности никогда не бывают постоянными. Статистические числа в отдельные годы значительно колеблются, то в ту, то в другую сторону. Так, число преступлений в Пруссии в течение четырех лет колеблется между 2651 и 2714. И еще более представляют они колебания в отдельных провинциях и областях. Число преступлений то увеличивается в одной провинции, тогда как в другой уменьшается, то наоборот. Вообще, упомянутые почти постоянные числа получаются только от того, что берут слишком большие районы. Но это постоянство чисел тотчас исчезает, как только спускаются в конкретную действительность меньших округов. Если при 10 миллионам народонаселения ежегодно приходится средним числом одно, один преступник на три тысячи, то отсюда еще не следует, что в действительности на каждые три тысячи таких-то и таких-то известных человек ежегодно приходится по одному преступнику. Из числа четырех городов, из которых в каждом по три тысячи жителей, в одном в известный год может быть окажется четыре, а в трех остальных ни одного преступника. Если бы здесь действовал закон естественной необходимости, то он действовал бы одинаково во всех без исключения случаях, как в больших массах, так и в более мелких числах, подобно тому, как, например, стихиометрический закон соединения ноль второй степени с углеродом с одинаковой точностью осуществляется как в одном грамме, так и в килограмме кислорода, углерода. Указывает еще на число самоубийств, но именно здесь оказывается несостоятельность теории отсутствия свободы, потому что тот факт, что между мужчинами самоубийство чаще, чем между женщинами, тем менее имеет значение, что здесь числа отношений вовсе не представляют постоянства, но сильно колеблется даже в одной и той же стране, например, 28 к 9, 32 к 8, 27 к 9, 28 к 6, 20 к 4, 26 к 6, 21 к 4, 42 к 11, и так далее. Эти слова одного из ученейших апологетов в современной западноевропейской богословской литературе могут всякому убедить в том, что из показаний нравственной статистики можно извлечь данные, говорящее не против, но за свободу человеческой воли. Наконец, наблюдение над нравственной жизнью людей приводит окончательно к мысли о свободе воли. Здесь нередко видим примеры нравственного возрождения человек, весь отдавшись порочной жизни и доставлявший, если так можно выразиться, нравственной статистике аккуратно материалы из своих падений и преступлений. Затем вследствие или воздействия на его дух промысла Божия, вследствие или чтения Слова Божия, примеры или наставления со стороны благочестивых граждан, молитвы церкви за него, мало-помалу возрождаются, начинают бороться с прежними дурными наклонностями, делает усилие к решению изменить к высшему свою жизнь и в конце концов торжествует свою нравственную победу. Где же здесь неотразимый закон физической необходимости? Стоило человеку воспитать в себе твердое решение и его при помощи Божией преодолевает он все искушения и достигает той цели, к которой свободно стремился и которая, возникшая из духа и им поставленная, исключает участие всякого закона естественной необходимости. Но это возможно в одном человеке, то и возможно при благоприятных обстоятельствах и во множестве в целом обществе. А в таком случае не нарушится ли самым решительным образом процентное отношение преступлений в данном обществе и в данное время к числу народонаселения его? Итак, все убеждает нас в той истине, что человек в своих действиях не стоит под влиянием законов естественной необходимости, но совершенно, хотя, конечно, не абсолютно, свободен в них. Глава шестая Духовность души О духовности души и в соседении блаженного Августина Все происходящее в теле душа чувствует и чувствует именно в том органе его, в том пункте, который подвергся какому-либо виду изменению. Это показывает, что она присуща в одно и то же время во всех частях тела и в каждой части тела находится вся. Но такое везде присутствие души было бы невозможно при ее телесности. Тело ограничивается известным пространством и подлежит различным измерениям. Но если душа действует во всем теле и при том в одно и то же время, то она не имеет в себе ничего пространственного и подлежит только условиям времени. Душа действует во всем теле независимо от него. Жизнь души совершенно отлична от жизни тела. Совершенство души независимо от величины телесных членов. Даже нельзя сказать, чтобы душа возрастала с возрастом тела, ибо если бы возрастала, то и уменьшалась бы с уменьшением его. Телесные силы уменьшаются в старости, в болезни. Но благоразумие и знание часто бывают совершеннее. Тело состоит из частей делимых. Эти части даже и в то время, когда представляют соединения одних и тех же элементов, никогда не бывают тождественны между собою, а всегда чем-нибудь разница. Кроме того, они непостоянны. Наше тело безжизненно, недеятельно. Оно не способно ничего произвести без влияния внешних или внутренних причин. Материя организма изменяется каждую минуту, а через несколько лет может измениться и весь организм. Рассуждая о чувствах, блаженный Августин доказывал, что не только тело действует на душу, не столько, сколько душа на тело, и предпосредствия его органов на внешние предметы. Хотя ощущение в теле не может быть без действия на него внешнего предмета, но это действие потому только ощущается, что душа своей жизненной силой оживляет чувства и таким образом направляет на них свою собственную деятельность. Это показывает, что телесные органы суть только инструменты для деятельности души. Но ни одно тело не может дать движение и чувствование ни себе, ни другому. Ноги ходят, руки работают, глаза видят. Почему? Потому что они повинуются душе. Я даю известное направление своему чувству, если оно способно принять такое направление, то тот чувств повинуется моему желанию. Но можно ли допустить, чтобы то, что дает движение моим органам было само таким же органом? Можно ли думать, чтобы преимущество столь дивное, как управление массой материи принадлежало самой материи или было одной из ее частей? Правда, тело иногда не совершает известного действия, но в этом-то более всего и видно различие души от тела. первая всегда одна и та же, а последняя изменяется. Часть тела может быть разбита параличом, но душа по-прежнему желает и мыслит. Часть тела может омертветь, а вместе с тем и та часть мозга, которая находится в ней. Но душа ничего не потеряла и действует по-прежнему, а если ее намерения не исполняется, то причина вне совершенствия орудия. Если же действия чувств могут служить доказательством нематериальности души, то что сказать о действиях воображения, памяти? Возьмем во внимание даже самую низшую деятельность души, то есть чувственные представления, которые душа составляет во сне о материальных предметах, или которые она имеет в бодрственном состоянии, придаваясь мыслительной деятельности. И они не могут быть названы материальными, потому что хотя и имеют сходство с действительными предметами, но суть только образы предметов, а не самые предметы. Если обратим внимание на то, как много представлений душа имеет о пространственных предметах в своей памяти, и может из памяти извлекать их и воспроизводить, то представляется вопрос, как она может принять в себя такое множество предметов, если она телесна, ибо тело относительно своей пространственности ограничивается своей собственной субстанцией, и за нее не выходит. Где берутся эти образы, где носятся или где формируются, если бы нашего тела, то иной сказал бы, что в том самом теле, в которое заключена душа, она составляет и сохраняет эти образы. Но что сказать, когда тело занимает самую малую часть пространства, а дух вмещает в себя образы неизмеримых стран и неба и земли, когда эти образы не могут наполнить души, несмотря на то, что кучами входят в нее, неявно ли, что она не столько овладевается образами величайших мест, сколько сама овладевает ими. Мы можем представлять и познавать не только чувственное, но и сверхъестественное, духовное, и, следовательно, такие предметы, которые совершенно просты. Кто, например, может доказать вещественность внутренних явлений нашей жизни, какова мысль, сомнение, воля, чувство любви, радости, скорби? Кто может сказать, что материальная идея о Боге, когда предметом ее служит не тело, но самый чистейший дух? Итак, если справедливо, что причины и действия находятся во взаимном между собой отношении, то явно, что душа, которая способна к такому сверхчувственному познанию, сама есть сверхчувственное, то есть бестелесное, простое и духовное существо. Когда душа рассматривает мысленно неизменяемые предметы, то этим показывает сходство с ними. Наконец, как познаем мы эти сверхопытные предметы? эти. Когда душа обнаруживает высшую деятельность, то есть возносится к познанию высочайших божественных истин, тогда она отрешается от тела и заключается в саму себя. И чем более отрешается от тела, тем познание ее бывает совершеннее. Она познает невидимое беспомощи телесных органов, бесконечного достигает одним только разумом. Подобное явление было бы немыслимо, если бы душа была телесна. Так блаженный Августин доказывает духовность души, принимая во внимание наши высшие истины и способ их познавания. Опровержение учения материалистов, отрицающих существование души как духовного начала. По-видимому, и поверхностным наблюдением над самим собой достаточно, чтобы убедиться, что наша природа состоит из двух существенно различных элементов. Мы, видимо, связаем наше тело и его различные части и органы при помощи наших внешних чувств. Мы можем наблюдать и изучать физиологические отправления этих органов. Мы находим, что наше тело, так же, как и вне нас существующие материальные предметы, имеет различные физические свойства – тяжесть, величину, цвет, запах и другое. Но в то же время мы ясно сознаем, что в нас есть и другого рода жизненные явления, которые решительно недоступны никакому внешнему наблюдению и не имеют никаких физических свойств, взамен которых выступают другие, совершенно чуждые предметам материальным. Так мы мыслим, чувствуем, представляем внешние предметы, свободно начинаем и прекращаем ряд известных действий, но самых этих мыслей, чувств, представлений, стремлений, воли мы не можем ни видеть, ни осязать. Ничего подобного мы не замечаем в предметах материальных. Противоположность этих родов двух обнаружений нашей природы заставляет нас предполагать, что и началом их служат две совершенно различные сущности, которые мы обыкновенно называем душой и телом, в силу чего и утверждаем, что человек состоит из души и тела. Против такого рода воззрений на двойной состав человеческой природы вооружается материализм. Почитая указанные нами непосредственно представляющиеся отличия телесных и духовных обнаружений нашей природы несущественными, он не считает необходимым предполагать для последних какое-либо особое начало, отрицая существование духа как самостоятельного и отличного от материи начала, он посчитает и явление психически феноменом той же материи, которая возникает, составляет единую сущность всего мирового бытия, честнее феноменом материи, в той же особенно ее комбинации и форме, какая имеет место в человеческом организме. поэтому для опровержения материализма и для доказательства духовности души мы должны сравнить общие свойства ее с свойствами предметов вещественных, затем указать на частные характеристические свойства нашей души и на невозможность объяснить их с материалистической точки зрения. Доказательства духовности души и сравнения общих ее свойств предметов материальных. Существенное свойство материальных предметов, не исключая и нашего тела, есть пространственная протяженность. Силу этого свойства каждое физическое тело должно быть признано делимым, имеющим известную величину, форму или очертания, занимающим определенное место в пространстве. Каждое материальное тело может быть разделено на неопределенное множество частей, путем литомеханического раздробления или химического разложения. Но может ли кто разделить на части нашу душу или указать на последние неделимые частицы атома, из которых она состоит, не могут быть так же отделены от души, как самостоятельной части, ее способности, действия, мысли, чувства, все они соединяются неразрывно в одном общем средоточии нашего Я и немыслим и существующими отдельно от него. Вообще человеческий дух, зная сам себя, ничего не знает об этом, о том, будто он состоит из реальных частей, тогда как зная чувственные предметы, находит их сложными. Поэтому, если бы душа наша была сложной, то невозможно было бы ей, зная о сложности внешних предметов, не знать о себе самой, как о сложной. Непонятно было бы, почему, будучи существом сложным, материальным, она должна бы являться сама себе существом простым. Далее, с пространственностью тел соединяется понятие об их величине, которое определяется как сравнением их с другими телами, так и сравнением частей того же предмета. Один предмет может быть меньше и больше другого, одна часть в нем больше и меньше другой. Но можно ли сказать что-либо подобное о душе, ее способностях и обнаружениях? Можно ли говорить о величине души, о том, что у одного душа большего размера, чем у другого, что способность например памяти занимает в душе столько-то долей кубического фута, а способность мышления столько-то, что надежда во столько-то раз по объему больше или меньше радости и тому подобное. Все подобного рода выражения каждый справедливо назовет нелепыми. Если мы говорим иногда о величине духа, от обширности и узкости взгляда на предмет, о глубине чувства, высоте добродетелей, низости порока и прочее, то каждый хорошо понимает, что это выражения метафорические, которые нельзя принимать в буквальном смысле. Дальнейшее следствие пространственности тел состоит в том, что каждое тело имеет свое внешнее очертание или фигуру, понятие, которое мы получаем посредством чувств, зрения и осязания. Но можем ли мы сказать что-нибудь о фигуре души? Несмотря на близкое отношение души, ее способности к организму и известным его частям, мы не можем определить внешний границ ее и придать ей какое-либо видимое очертание.